Трудно себе представить, чтобы в Новосибирске зимой не было катков. С каждым годом их открывается все больше и больше. В этом году для горожан будет залито 40 ледяных площадок. Каток в театральном сквере стал уже визитной карточкой проведения досуга на воздухе для горожан. И многие уже с нетерпением ждут его открытия. Мы планируем, что в пятницу мы уже откроем этот каток. И мы специально это планируем, чтобы в выходные уже новосибирцы могли прийти и покататься вот здесь вот на нашем центральном катке города Новосибирска. В этом году декорирование новогодней елки и катка заметно отличается от прошлогоднего. Каждый год организаторы и дизайнеры стараются как можно лучше украсить не только елку и театральную площадь, но и сам каток. В этом году вокруг лавочек, которые находятся посередине катка, сделали ограждение из ледяных блоков. А в прозрачные борта вмонтировано световое освещение. У нас работают разные дизайнеры. Мы стараемся, чтобы каждый год все равно, посмотрите, по-другому вырезано. То есть работали другие специалисты. Посередине совсем по-другому у нас сделано. Оформление тоже самое другое. В этом году у нас другой бренд-бук. В связи с тем, что на следующий год Новосибирск будет новогодней столицей России, главным украшением катка будет снежинка. И мы поедем получать эту снежинку в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде уже состоялось открытие новогодней столицы России в этом году. Нижний Новгород столица. И 9 января мы летим туда, где будет происходить большое шоу Татьяны Навки. И как раз во время этого шоу Новосибирску будет передаваться снежинка, которая будет храниться как раз вот здесь вот на нашей площади. А потом она перейдет, хранится в центральный парк под специальным куполом полупрозрачным, для того, чтобы все новосибирцы помнили, что на следующий год у нас большие мероприятия. На катке уже установлены теплые модули, в которых будут размещены прокат коньков, раздевалки и камеры хранения. Все работы подошли к завершающему этапу, в том числе и работы по формированию ледяного основания. Уже толщина льда порядка 7 сантиметров. И если бы погода нам не помешала, обильные снегопады, мы с сегодняшнего дня планировали начать разглаживание льда и готовить уже его на чистовую. Ну, погода внесла свои корректировы. Все равно будем ловить такие прорехи, когда не будет осадков, и будем, соответственно, заливаться и разглаживать каток. И готовить, ну, техническое открытие мы планируем на четверг и уже официально, наверное, на пятницу. Что же касается праздничных мероприятий на этот год, то они не запланированы. Каток 31 декабря будет работать до 20 часов вечера, а потом будет транслироваться только музыка. И это ли не повод для того, чтобы прогуляться по красивым аллеям театрального сквера и загадать желание у главной елки Новосибирска.